Те, кто сегодня с нами в связи, Дима, спасибо большое, что ты все это технически организовал, потому что мы с Ромой, с техникой не особо дружим. Мы помогаем людям, делаем много чего общего, и сотни и тысячи семей прошли уже через наши офисы, которые находятся по соседству, и мы каждый день сталкиваемся с судьбами людей, которые бегут с разных точек нашей земли. В двух словах, iMiracle Project – благотворительная организация, которая была открыта в 2016 году. Я бежал как беженец с тремя сумками вещей со своей семьей, когда мне было 7 лет. Мы бежали пару лет из города Баку, Азербайджан, когда рушился Союз, приняла нас на несколько лет Россия. Мы потом же бежали из Москвы, и в 1996 году мы уже находимся здесь, и много лет помогаем людям, можно сказать, с детства я людям помогаю, когда мы бежали. Я уже знал всегда, что я приду к тому, что буду делать что-то на благо нашего общества, и с радостью это делаю уже много лет. Последние два месяца весь наш фокус – это именно украинская ситуация. У нас свои координаторы, американцы и много украинцев, которые тоже с нами работают. Там много разных людей с разных национальностей, с разных сфер рабочего мира, которые включаются и стали частью проекта. Мы помогаем с различными вещами, и одно из наших видений главных – это не просто помогать с медицинской помощью, которую мы отправляем туда, в Украину, но с помощью тем, кто сейчас уже здесь. Мы планируем разные образовательные программы. Уже сейчас Неля, Лаки Пен в Редмонде, у них проводятся два раза в неделю классы по английскому, различные другие семинары, и важная часть – это то, для чего мы пригласили сегодня сюда Романа, поэтому я за сим закругляюсь. Роман, слово тебе. Спасибо еще раз всем. Спасибо, Сергей. Спасибо, Дмитрий. Ну, как бы я, в принципе, готов был больше отвечать на вопросы, чем делать презентацию, но могу рассказать о собственном опыте с этой новой программой, по которой те, кто находится в Соединенных Штатах, могут вызвать сюда по паролю, так называемому, людей с Украины, граждан Украины. И откуда вообще появилась эта программа? Получается, что с началом этой ужасной войны в Украине, с этой гуманитарной катастрофой, естественно, все западные страны столкнулись с вопросом, что делать с миллионами беженцев от этих военных действий и всего, что происходит в Украине. И, естественно, основная масса беженцев свалилась на европейские страны, но наша администрация, естественно, которая вовлечена в этот конфликт так или иначе, объявила, что мы тоже примем до 100 тысяч беженцев с Украины. И когда пользуются словом беженцы, это, ну, есть два разных понимания, то есть есть беженцы, это те люди, которые бегут от войны и от насилия и бомб, и ракет, и все, что происходит в Украине сейчас. И есть беженцы в юридическом понимании этого слова, то есть это люди, которым дают статус беженцев в Соединенных Штатах. И это, к сожалению, две разные вещи, убежище просто так в Америке никого не дают, но, по крайней мере, администрация пытается сделать что-то, чтобы помочь хотя бы на время забрать людей из этой катастрофы, которая происходит сейчас там. И, конечно же, мой офис, моя юридическая фирма столкнулась с огромным количеством звонков, электронных сообщений и просто людей, которые так или иначе добрались до Америки уже через Мексику часто или прилетели сюда по каким-то визам. И вот администрация, понимая, что эта волна беженцев неизбежна, видимо, решила упростить в чем-то хотя бы этот процесс и взять на себя часть ответственности за людей, которым пришлось покинуть Украину. И вот сделали эту программу, которая называется «Uniting for Ukraine», объединяющаяся за Украину, проще всего перевести это. И что это такое за программа? И смысл в чем? Смысл в том, что люди, которые находятся легально на территории Соединенных Штатов, то есть либо они граждане, либо у них то, что называется грин-карта, постоянное место жительства здесь, либо у них гостевая виза, не гостевая виза, а студенческая виза, рабочая виза, но они находятся здесь в легальном статусе, и у них есть достаточные средства, сбережения, деньги на счету в банке или работа и доход, которые желают вызвать сюда людей с Украины, спонсировать, стать спонсорами. Они могут пройти по этой программе «Uniting for Ukraine». Это уникальная программа, то есть ее никогда не было, так как она работает на данный момент, и процесс вроде бы оказывается достаточно простой и быстрый. И откуда я это знаю? Потому что у нас, ну, наш опыт с этой программы у меня и моей супруги, потому что у нее дальние-дальние родственники в Украине, и мы решили все-таки забрать их оттуда побыстрее, поскольку живут они именно в зоне, где происходят активные боевые действия, активная перестрелка. И вот женщину и девочку, подростка мы решили вызвать по этой программе. Значит, мы начали с того, что пошли на этот веб-сайт uscis.gov, кликнули на вот флаг украинский, который там выскакивает сразу для этой программы, и заполнили то, что называется Affidavit of Support, форма 134. Ну, это как бы обязательство, что-то вроде обязательства поддерживать, предоставить какую-то экономическую поддержку, принять, ну, человека с Украины. Вот. И сам процесс был таков, что мы подали 28 апреля. Нам нужно было предоставить информацию людей, которых мы спонсируем. Нам нужно было загрузить информацию о нашей финансовой ситуации, то есть счет в банке, доказательство нашего статуса здесь, гражданства. И налоговые отчеты. И все это мы сделали буквально за час, может быть. Ну, у нас было все готово для этого. Вот. И буквально в течение шести дней мы получили ответ, что наш запрос был удовлетворен, то есть одобрен. Мы как спонсоры подошли. Вот. И еще через пару дней нашим вот людям в Украине пришел вызов, чтобы заполнить с их стороны всю информацию, необходимую для этого. Надо было, опять же, загрузить информацию о вакцинации, о прививках. В основном это интересовало американское правительство. И вот в течение девяти дней им выдали письмо о том, что они могут влететь на территорию Соединенных Штатов с этим письмом в течение 90 дней. Вот. Прилетают они завтра. И завтра мы будем точно знать, что происходит при прохождении таможенного досмотра в аэропорту в Сиэтле. Вот. И как это все будет выглядеть. Надеемся, что все будет достаточно просто. И что их впустят сюда, ну, как обещали, на два года. Вот. И какие мы обязательства на себя взяли? Ну, в самом этом договоре все-таки сказано, что мы обязуемся помочь им с жильем, как бы поддержать их финансово. Ну, это не значит, что мы отвечаем за все потенциальные расходы. Ну, естественно, какую-то минимальную поддержку мы должны оказать. И мы, естественно, это делали абсолютно сознательно, понимая, что мы берем к себе людей, которым нужна будет помощь. И мы на это готовы. Вот. Ну, как бы, если есть какие-то вопросы в связи с этим процессом, я с удовольствием бы ответил на них сейчас, ну, в силу возможностей, поскольку, конечно же, это все новое и есть какие-то неизвестные факторы. И до конца, как она работает, мы не будем знать, пока мы не увидим достаточное количество людей, которые проходят через эту программу. Ну, по идее, людей должны сюда впустить, и они здесь смогут легально находиться в течение какого-то времени. Вот. Если какие-то есть вопросы, дайте мне знать. Позвольте, я начну, потому что очень частый спор возникает все-таки по степени ответственности спонсоров, что, если у приглашенного человека случится какой-то medical emergency и будут большие счета из больницы, обязана ли пригласившая сторона эти счета оплачивать, и что будет, если пригласившая сторона откажется оплачивать такие счета? Ну, да, это интересный вопрос, и я скажу свое собственное мнение насчет этого. Мне так кажется, есть разница между формой 134, которую мы заполняем в этой ситуации, и формой 864, которая такая же форма, но для тех, кто приезжает сюда постоянно. Для тех, кто приезжает сюда постоянно, обязательство спонсора намного более как бы основательное. То есть там потенциально нужно и доход какой-то людям давать, и отвечать за них по полной, в полную меру. То есть и за потенциально медицинские счета, и за жилье, и за то, чтобы предоставлять им все, что им нужно для того, чтобы нормально жить в Америке. То есть и там, если люди обращаются за медицинской помощью от штата на какие-то программы, им, как правило, отказывают или есть угроза того, что потребует компенсацию со спонсора. Ну, в этой ситуации, насколько я понимаю, все должно быть немножко по-другому. То есть ожидается, что спонсор, приглашая людей, предоставит им жилье, предоставит какую-то минимальную поддержку. И, но не более того, и я думаю, это нереально ожидать, что люди будут отвечать за медицинские счета, или что вот те, кто сюда пришли по паролю, не смогут получить какую-то помощь от государства, потому что, ну, мы обещали на самом деле только предоставить, опять же, вот минимальную помощь с жильем, 300 долларов в месяц там, и как бы, ну, естественно, будем кормить людей и по мере возможности помогать им во всем, что нужно, без сомнения. Мы на это готовы. Но я не вижу ситуацию реально, где, если не дай бог, что-то происходит серьезное и появляются какие-то огромные медицинские счета, я не думаю, что спонсор будет за это отвечать, ну, своего кармана, как говорится. Я думаю, что такого рода обязательство, но оно не будет в силе, поскольку здесь много есть вопросов с юридической точки зрения, является ли это контрактом, за которым можно потом нести ответственность, или это больше как моральное обязательство помочь тем людям, которых вы сюда приглашаете. Ну, как бы, всегда есть какой-то риск. И, опять же, каждый человек, который спонсирует вот так вот людей с Украины, должен понимать, что какие-то обязательства есть, хотя бы моральные обязательства, и какой-то есть риск, но он, видимо, минимальный. Вот, но, как бы, естественно, когда мы этим занялись, для нас самое важное было вывести этих людей с Украины. Вот, и поэтому все остальные проблемы, я думаю, можно будет решить. Разрешите, Роман, я продолжу в эту же сторону копать глубже, потому что я тоже подписал такое же поручительство, спонсорство. Я хотел бы для слушателей пояснить, что там есть просто прямой вопрос. Сколько и чем вы готовы помогать? Укажите фактуру. Вы готовы предоставить жилье? Вы готовы предоставить материальную поддержку? И просто через соцсети ко мне обратилась большая семья, шесть человек, которые сказали, что у них все есть, им просто нужен спонсор. И я откликнулся на эту просьбу и подписал. И, честно, там написал, что спонсировать их я буду тем, что предоставлю временное жилье на первую неделю. И, по сути, больше ничем помогать им не буду, кроме вот моральной поддержки. И, тем не менее, это петицию одобрили также очень быстро, за пять дней практически. Я даже сомневаюсь, что там какой-нибудь человек на это смотрел, что это просто, как это грузится через все системы, и эти люди скоро приедут. Я правильно понимаю, что, по вашему мнению, у меня, конечно, есть риск, но, скорее всего, никто не сможет меня засудить и требовать с меня большего, чем я обязался в этом документе, то есть предоставить им моральную поддержку и жилье на первую неделю. Ну, да, Дмитрий, опять же, вот я считаю, что, когда ты четко пояснил в этом договоре, на что ты согласился, то есть мы согласились предоставить жилье, кормить людей, давать им какую-то минимальную сумму в месяц, и мы этого даже, по всей видимости, не должны были делать, то есть не обязаны были делать, чтобы являться спонсорами. И я не думаю, что сверх того реально, есть реальная угроза, что нужно будет за что-то отвечать. сверх тех обязательств, которые вы взяли на себя и вот при заполнении вот этой формы 134. То есть, мне кажется, это очень маловероятно. Хорошо, спасибо большое, Роман. У нас появляются уже вопросы от наших гостей. Я хотел бы просить, Игорь, вы могли бы задать свой вопрос, пожалуйста? Да, конечно. Если посмотреть на веб-сайт, там указано, дайте мне возможность прочитать, что это касается, для beneficiary он должен быть displaced as a result of the invasion. Как вы понимаете значение слова displaced в этой ситуации? Перемещенный в страны, находится в другой квартире. И насколько вообще обязательно понятие displaced? Ну, значит, я могу о нашей ситуации опять же пояснить. То есть, у нас ситуация такова, что людям пришлось переехать со своей квартиры куда-то в деревню. И как бы, но там тоже пришлось сидеть в подвале из-за обстрелов. Но, тем не менее, до того, как мы заполнили все эти формы, люди оставались у себя вот там вот в подвале где-то за городом. То есть, я не думаю, что люди должны находиться в другой стране или реально переехать куда-то далеко. И я не уверен, что это даже проверяется, поскольку мы указали адрес их там, где они должны были бы проживать. Да, но я не уверен, что это настолько важный фактор, поскольку, ну, реально в Украине все сейчас могут быть то, что называется displaced. Поскольку там, где не идут боевые действия активные, там, по крайней мере, есть реальная угроза обстрела. И я не думаю, что кто-то будет делать аргументы, говорить, что эти люди, на самом деле, находятся у себя дома, поскольку в любой момент им придется бежать с этого дома. Поэтому я не думаю, что это как бы фактор, на который будут обращать внимание. Я думаю, скорее всего, самое главное – это то, что вы подходите как спонсор. Ой, спасибо. Спасибо большое, Игорь. Дмитро, можете задать, пожалуйста, свой вопрос? Да, добрый вечер. Слышно меня? Да. Да, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Ситуация, как Игорь только что говорил. Есть люди дальние, как бы знакомые, не очень близкие, не родственники, и никак. Они просят вот тоже дать такое формальное спонсорство, чтобы просто заехать в Америку, а дальше уже там сами как-то будут жить. Ну, не материальное, не финансовое спонсорство им не надо, а просто какой-то повод, чтобы вместо визы, как заехать в Америку. В принципе, я тоже хочу помогать и готов был это сделать, но у меня есть непосредственные родственники, которые может, к сожалению, понадобиться такая помощь в будущем. То есть, если я сейчас стану спонсором для кого-то, а потом там, например, мои родственники, которых я сам захочу по-настоящему спонсировать, а не просто вот формально, не будет ли это проблемой, посмотрят, скажут, у тебя там и так уже есть на спонсорстве люди, мы новых тебе не дадим. Ну, понятен мой вопрос? Ну, сколько я могу вот так вот человек пригласить, спонсировать? Понятно. Ну, я думаю, прежде всего это зависит от вашего годового дохода, правильно, и ваших сбережений, поскольку смотрят на таблицу, ну, которая опубликована вот официально в USCIS.gov, и, ну, я сейчас ищу информацию, вот сколько, например, нужно зарабатывать в год, чтобы спонсировать, скажем, двух человек или четверых. Сейчас, секундочку. То есть, я так думаю, что где-то на четверых человек, на семью из четверых человек достаточно показать доход 28-30 тысяч. То есть, ну, как бы, это не такая большая сумма, и мне кажется, ну, особенно для многих, кто живет здесь вот в Сиэтле и в близлежащих районах, то есть, зависит от дохода. И, ну, как бы, естественно, чем больше вы зарабатываете, тем больше вы можете спонсировать людей. Но это уже надо смотреть, сколько людей приедет вот таким образом через вас. потому что уровень дохода не такой большой, но, естественно, если мы говорим 10-12 человек, то, естественно, там будут смотреть, можете ли вы их реально спонсировать в таком количестве. Вот. Но если у вас конкретное, есть конкретное количество людей, я просто могу, может быть, даже посмотреть сейчас и сказать, какой уровень дохода необходимо иметь для того, чтобы стать спонсором. как минимум. Я понял. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ирина, вы можете задать, пожалуйста, свой вопрос? Да. Вы меня слышите? Да. Здравствуйте. У меня с русским не очень хорошо, но я постараюсь, может, чуть-чуть будем мешаться с английским. Есть какие-то такие прелиминари ожидания, как эта программа будет выглядеть в будущем? То есть два года, как бы, да, человек сорвется, да, приедет в другую страну, акклиматизация, там, найти работу, понять, как система работает, да, найти людей. Все это займет время. И кажется, вроде бы уже стабилизировался, да, а уже время назад. То есть, как по вашему опыту адвоката, вы думаете, это все на следующую стадию оно будет продолжаться, эта программа, или, ну, как бы, вряд ли? То есть, какие будут опции у человека, который здесь приехал, и после двух лет, ну, чего ожидать? Окей, да. Это насущные вопросы, которые мне задают буквально каждый день. Вот. Какие варианты у людей, которые приедут сюда по паролю? Ну, как бы, ситуация такова, что вот этот вот пароль, по которому люди сюда въезжают, это временное что-то. То есть, это временный статус, это временное разрешение здесь находиться легально и подать на разрешение на работу, которое тоже не так быстро придет. Вот. Ну, дальше все зависит от, видимо, ситуации в Украине в большой степени. То есть, если там все будет так, как и сейчас, хуже, то есть, мы все надеемся на лучшую ситуацию, но ситуация непредсказуемая. И, естественно, если будет такое положение, где людей опасно возвращать назад в Украину, то, видимо, можно будет продлевать этот пароль, по крайней мере, до тех пор, пока не будет небезопасно туда возвращаться. Ну, какие варианты есть у людей возможно получить здесь какой-то легальный статус? В принципе, такие же варианты, как у всех тех, кто приезжает сюда по какой-то гостевой визе или студенческой визе или временной рабочей визе. То есть, если у людей есть повод просить убежище здесь, то, естественно, каждый приезжающий сюда может подать на убежище. И если им дают убежище, статус беженцев, то люди смогут здесь остаться навсегда. Ну, для людей, которые не женаты, не замужем, всегда есть вариант, если повезет встретить здесь кого-то и выйти замуж, жениться по любви, то они смогут здесь остаться и получить легальный статус. Ну, и то же самое, если люди захотят учиться, если люди смогут получить рабочую визу здесь, ну, как бы такие варианты тоже теоретически возможны. Ну, естественно, у каждого приезжающего сюда человека, то есть часть людей возможно приедут через родство и тогда можно рассмотреть вопрос о воссоединении семьи, но не во всех ситуациях это будет возможно, то есть обычно это нужно иметь прямое родство, то есть дети, родители, муж, жена, чтобы процесс легализации был достаточно легкий и быстрый. Вот, ну, конечно, есть ситуации, в котором людям целесообразно подать на убежище, но это надо будет решать на индивидуальной основе, потому что так сложно сказать. Вот, но да, будут проблемы с тем, что люди здесь проведут какое-то время и акклиматизируются, но статус у них временный и он может закончиться рано или поздно, но впускать сюда вроде бы должны до двух лет, вот, будет интересно узнать, сколько же в аэропорту при таможенном осмотре будут давать реально людям времени, чтобы находиться здесь легально по вот этому паролю. это я думаю мы узнаем в скором будущем. Спасибо большое, Роман, наше время уже подходит к концу, я хотел еще один вопрос, который объединяет несколько вопросов, суть в том, что нужно ли быть, было быть резидентом в Украине по состоянию на 11 февраля, чтобы подпадать под эту программу и какой вы можете дать комментарий про тех, кто был резидентом так называемых ЛНР, ДНР, либо резидентом Крыма. Подпадают ли все эти люди под действие программы? Ну, интересный вопрос, то есть, насколько я понимаю, под программу попадают исключительно граждане Украины, то есть, если у людей есть двойное гражданство или гражданство другой страны, только вид на жительство в Украине, я не уверен, могут ли они попасть под эту программу. Ну, с моего опыта, ну, уж точно граждане так называемых ЛНР и ДНР, они в основном, многие остались гражданами Украины, и тогда они под эту программу должны попасть. если люди сдали свой украинский паспорт и теперь являются российскими гражданами, то, конечно, программа не для них. Вот, ну, я так понимаю, что в основном эта программа сделана исключительно для граждан Украины, и расчет идет только на них. Если позволите, я добавлю комментарий, что по моему опыту есть вопрос о фактическом нахождении на данный момент и до той семьи, которую я спонсирую, я указал Болгарию, где они реально сейчас находятся. Поэтому даже такого вопроса я не припомню в этой анкете. Спасибо. Мы как раз потратили половину нашего времени и большое спасибо, Роман, что вы согласились принять участие, потому что очень много вопросов. Я предлагаю тогда переходить к следующей части нашего вебинара. I'd like to introduce Калисто Кеннеди representative for King County Public Health who agreed on a short notice to join us and talk more about medical insurances available. so hello, Калисто, thank you again for joining us and all mic to you. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me this evening and I will share my screen so that you guys can see some slides that I've prepared and certainly if you have any questions I'll be happy to answer to answer them and hopefully the information will be of some help for everyone. I'm Kallista Kennedy I'm the program manager for what's called the navigator program in King County Public Health Access and Outreach Team we're the lead organization in King County and what that means is we help organize train and do outreach to the community regarding health insurance so other entities such as clinics hospitals people that help people enroll and sign up for health insurance we provide all of their support but we also go out into the community ourselves to help people enroll in health insurance so we're going to look at a couple different options this evening the work that we do is mainly in the public insurance market which is through the health plan finder where we're enrolling people in the apple health program which is medicaid which is combined federal state program apple health has a variety of eligibility programs which are just different categories based upon age pregnancy status and these are all determined by how much income you have determines if you qualify and then the other program we do through the health plan finder is called the qualified health plans these are private insurances that you would purchase and they're generally done during enrollment periods and our state based site which is the Washington health plan finder is what's called an insurance marketplace and basically all that really means is it's a website managed by in our case our health benefit exchange which is part privately funded part state they come together they offer insurance a place where people can sign up see what they're eligible for and how they can buy insurance and then the second method is through DSHS or the Department of Social and Health Services and the website where you enroll for this program is called Washington Connection you can also enroll in person with DSHS and these are what we call the classic Medicaid programs in the United States these were the programs that existed before we had what we called health care reform or the Affordable Care Act so they've been around many many years and they have some different components but they are mainly for individuals who are over 65 on supplemental security income age blind and disabled or have Medicare so these are more of our aged populations programs and we assist for both real quickly I just want to give you a couple resource slides to maybe give you a better picture of how we do this work this first one is on income limits all programs that help make insurance affordable have income limits so depending on the household income the amount can vary I'm sorry to interrupt I guess we have technical issue do you present because we see you but I believe we don't see your presentation so it's hard to follow oh I'm so sorry let me take it down real quick and see if I can get it to reshare I hit the share button share now you should be able to share on the low part of zoom you have button share yeah I know and sometimes you know it's sometimes the share buttons are really weird on zoom I apologize it might it must not have there we go now yes thank you thank you a lot because well it is a very overwhelming information yes it is and that's why I wanted to vigilance yes the sense of making decision if medicare health insurances will be expense of those arriving in sponsors or will the state help here depending on what criteria this is like I said that's on me too I should have asked now you can see yes okay sorry about that okay so I'm just going to pop these up here one more time this is the one that I was speaking about that just shows you know the two the two methods where we enroll people one through the health finder and one through the state Washington connection site and then and then here's where I was so basically I wanted to give you guys a quick overview snapshot of what you'll hear a lot is that income limits are what make any program that makes insurance affordable has an income limit and depending upon the actual income and the household size that assistance can vary so this is just a quick snapshot of one of the charts that we use to help educate and demonstrate when we're helping someone enroll when we talk about the word poverty level or FPL federal poverty level you hear those a lot and basically these are just based upon some federal requirements they set these income limits there's a lot of things that go into this but basically when anyone mentions federal poverty level or income limits this is what they're talking about and this one just shows some of the highlighted programs that we work with between the Apple health programs and basic food family planning so we just use this as a reference tool for people and I like to show it to people it kind of gives you an idea of what we're talking about when we go through this when we mention FPL or income limits and then for Washington state programs all also have a residency requirement regardless of which program that you are applying for but in Washington state residency is pretty simple some other states have time limits require you to have employment or a fixed address in Washington state none of that is the case in Washington state we consider a person a resident if they intend to live in Washington state if you come here with no fixed plan to return or your intention is to live here and see if you love Washington state and want to stay you're a resident or if you've come here because you've gotten a job or you come here to look for a job any of those three reasons the only time we usually don't consider someone a resident up front is if they are on a student or visitor visa most times they're not considered residents however there are instances where people on visitors visas are considered residents if they've overstayed or if they have started the process to change status they can also be considered a resident someone on those student visas have a fixed date that they have to leave so they are not considered residents may kindly ask to more in light for those arriving for United for Ukraine program those on those status because the huge ask from the community whether they will be sponsored you showed this great slide that is complex I understand that if people have low income then they will get subsidized up to full Apple care for free will those people by United for Ukraine program refugees generally speaking not in legal terms the Ukrainians be eligible for adult Apple care at this time and I'll move forward here where she put it at I'm sorry okay so at this time this is what we're seeing is that most of the folks that we're seeing right now are coming in through the humanitarian parole some of them are less than a year we're starting to see some that are more or with a temporary protective status or those that have made the applications for the asylum so right now while you know we may technically a lot of people are using the term refugees that is not the actual status they have with with the immigration in the United States and so right now what they are eligible for are the children's programs the pregnancy medical programs the alien emergency program if they have an acute condition that requires emergency or hospital care and what's called medical care services medical care services is a program for people that are over 65 or age blind and disabled the adult Medicaid program right now at this time if someone comes in and they are sponsored or humanitarian parole temporary protective status the rules for Medicaid which is what adult Apple health is state that that person has to be here for five years in order to be eligible for that adult Apple health program so at this time no they are not immediately eligible for the adult Apple health program that helps a lot may I ask to dive deeper into medical care services I understand that it is for aged those over 65 and blind and disabled people and it is not direct enrollment but through an agency and the criteria are complicated so in general terms would virtually every person over 65 be eligible to get that coverage virtually every senior through United for Ukraine program or is it a narrow criteria that mostly will not be eligible I would actually clarify that it's really neither this is a more complicated program medical care services is what we call a state lookalike program so on the federal level these were people who would have what they call that supplemental security income which are very low income they haven't had a significant work history and so our state has a lookalike program for immigrants that would meet that same criteria so if they had been born here they would be on this very low income folks that are being helped by your organization what this is going to depend on is how they came through if they came through as if they have the humanitarian parole or temporary protective status and they are not sponsored almost all of them are eligible for this program with this program sponsorship muddies the waters because with this program the sponsor's income counts toward eligibility and you see on this slide here the eligibility for this program the income level is very low and it also has a resource limit so depending on what that sponsor's income is it could potentially make them ineligible for this program if they're sponsored may please try to clarify here I know it was in Russian the first part we talked that my liability as a sponsor likely limited to the amount I committed to I make $1,000 for example I committed to have $100,000 I committed to help only with $2,000 this is my contribution to the family arriving as an example and this is likely the limit of my legal responsibility so would you say that all $100,000 are added to the determination for that family or only $2,000 which are committed through the application yeah so yeah no so it's going to be it's based on whatever they sponsored them for so you know there's I'm not an expert on sponsorship I will say that ahead of time so what they do when someone applies for this program at DSHS they have what they call deeming methodology where the amount of income or the amount of the sponsorship that's applied to the individual person based on the length of time the amount of people in the family is broken down so that a portion of the income is countable for each individual so they do that kind of budget methodology which determines how much they apply and for what length of time when someone applies to this program so that that it really muddies the water it is not very simple because there are back in calculations that go on with that and it really is in the hands of the determination of Department of Health and Human Services because of this type of sponsorship where they're only committing so many dollars like I said potentially you know the majority of the people may in fact be eligible it's just unfortunately with this kind of program it's not really a straightforward answer it's one of those things where you have to apply for the program submit the documentation and DSHS will give you the determination on what's counted whether or not someone is eligible or not for this particular program it's really complicated sorry if I might broadly sum up and I read this many documents on your website that those arriving on united for ukraine program can really rely on apple care for pregnant women for children and also they can rely on discounts when they purchase insurances on the free market based on their income they really cannot yet rely on apple care for adults if they're not pregnant and for the senior program they really shouldn't rely but when they arrive they should apply and see how it goes absolutely yeah accurate summary like I think it's very important for people willing to sponsors to understand what resources can rely and then of course any additional help will go long way yeah if I may further drag this topic have you heard today's great news that the Senate approved the bill with 40 billion funding to Ukraine including millions of dollars for funding medicine and other programs for united for Ukraine and resettled Ukrainians yeah yeah that was very positive news I'm I you know can't say I'm 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 not unsurprised I was pleasantly surprised that they were able to actually come together and do it I mean sometimes our congress can be a little bullheaded when it comes to things like that to be invited on a meeting with department of health for with community organizations and that was a couple hours before this meeting so what I heard there is while it is not yet a law it goes to president signage it will take couple of weeks maybe months to figure out the details the anticipation is that through this bill the federal government will actually fund Apple care for all adults because at least that was the experience with refugees from Afghanistan last year and that's overall the aspirations for Department of Health and while it cannot be committed yet this is a very reasonable expectation yes it is and it's one we've been waiting on initially when we heard that we would have people from the Ukraine coming over we initially assumed that it would be more similar to the experience when the Afghan refugees came over than it ended up being but hopefully we'll be able to transition into these programs more quickly especially given the circumstances and get people eligible for health insurance because the system here in the U.S. when it comes to medical assistance and health insurance and things is not as streamlined and straightforward as it is in most of the parts of the world so having to come over here and try to deal with our system while needing services can be very hard on people so we do try at entities like public health and the Department of health to try to make those transitions easier where we can so things like what happened today go a long way toward making that happen thank you I see questions from our audience one question is if all children will be eligible for free insurance through Apple care or is it subject to income so there is income limits with children's Apple care however our children's Apple care has a really generous income limit for children we actually go all the way up to 317 percent of the federal poverty level which I think for a household of four is like nearly $8,000 a month in income and up to 264 percent from 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 200 it's really it's sorry that our little thing is so complicated so there's three levels with the children's program the first level goes up to over 200 percent of the poverty level and everything is free and then we have from 216 to 264 which is $20 a month and then from 264 to 317 there's $30 a month so it's it's a really generous program as far as the number of people and the number of children we can cover on our Apple health program with most families they are qualifying at the free level and then the premiums are not only small like I said $20 or $30 a month they're also capped at two children so someone has to pay $20 a month but they have five kids they're still only going to pay $40 same thing at the $30 level if they pay 30 and they have four kids they're still only going to pay $60 so it is relatively cheap per month and then there's no other fees other than that monthly premium so there's still no co-pays to go to the doctor there's still no co-pay to get a prescription so everything else is still free localist I see lots of questions about particular situations and the general question is where people should go to figure out details for their particular situation whether they consider sponsor somebody and have concerns about insurance or they have already friends and relatives arrived and needing to apply what would be advice and resources you so they can come through our chat line which is at the end of my little slideshow here we have a 800 number that people can call Monday through Friday the line opens at 630 730 sorry line opens at 730 and closes at 630 we have two what we call storefronts basically these are walk-in sites where you can come in and speak to a navigator the one in federal way which is in the plaza across the street from the commons mall on 320 and pack highway is open Monday through Thursday from 830 to 5 and Saturday is 10 to 2 it's all walk-in no appointment necessary we have one in downtown Seattle next to our metro customer service in what's called the King street building on the corner of 2nd and Jackson that one's a little more limited still because that building is still requiring us to have limited hours so it's only open Mondays Wednesdays and Thursdays from 830 to 4 and if you if you see the website here which is king county dot gov back slash outreach on that page we have a request form that you can fill out you can put in your information your email your phone number if you would like a navigator to either call you back or if you would like to request an actual time to come in to see someone you can put it in that form and we will assign somebody to you and you can also send that directly to our email box at the email you see here chat at king county gov it's a shared box one of the navigators will pull it and contact you from your email if you want to send us an email and you know say I would like somebody to help me this is having an event where they're having the public come we are often at locations where people can come out and see us one-on-one in person and we can always sit down and help you and answer your questions thank you a lot that's all very packed and very big topic for the community I appreciate you coming on the short notice we are just on time so thank you a lot for providing general overview and providing follow-up steps for us to follow yeah and if you guys would like these slides so that you know you can see the more in-depth explanations that I have of some of the programs I'm happy to share them with you or if you have any questions my contact information is on here Dimitri you have my email I'm certainly willing to answer if someone has a specific you know something very specific to their own personal family situation that they would like you know some direct advice on offline I'm happy to do that and it does look like Roman has his hand up oh yes yes thank you let me do some magic here yes Roman and a quick question before Roman gets connected thank you Kalista for all your time we truly appreciate words don't describe how much we appreciate you and all all the help that you guys are giving our people are we able to access that slideshow with your information is there any way you can share it with us yeah yeah certainly like I said I can email it to Dimitri and you can send it out to your group and anyone who wants it great I missed that somehow I'm sorry great thank you that's fine yes so it's where about the type Roman I don't know is it your hand by mistake or well I actually had a question for Kalista absolutely gave an excellent presentation so thank you very much and I learned a couple of things you know myself so my question is can you hear me yes okay so my question is so let's say the teenage girl is staying with us at our house and applies for the children's Apple health her household is therefore considered all of us or is she considered a separate household because we're providing a room and board and some financial assistance but she is not actually our child what's is there a distinction there between household members who are related versus the person who is staying with us temporarily they do make that distinction on children's medical unless the child in question is your biological or step or adopted child they would be pretty much just eligible because it's going to be based on their if they had any income if they don't we would just run the application and put that child on children's medical because she's not they call it under the parental control basically she's staying in your house and as the adult you're monitoring her so she's under your parental control but you're not financially responsible for her health insurance because you are not related either in a biological or step parent capacity thank you so much that gives some a little bit more clarity appreciate it yeah thank you Kalista thank you Raman we are on time please allow us a couple of days to send the information we were talking about and please provide your feedback for this webinar and thank you everybody for participating and together I hope we'll make difference to many people who will come to us through this program thank you a lot and thank you Dmitri thank you Serge thank you Roman you guys have a great evening you too thank you thank you Kalista